На парадном кителе Николая Полянского один из самых почетных боевых орденов СССР, Красного Знамени. Его он получил за операцию в Афгане, где его вертолет успешно накрыл огневую точку. Всего за штурвалом Николай Полянский провел 30 лет, а сейчас, в День военно-воздушных сил, пришел вместе с боевыми товарищами возложить цветы к бюсту Гагарина. Встреча. Вот это вот самое главное. Все на пенсии редко встречаемся, но вот в такие праздники, как День авиации, 23 февраля. На памятное мероприятие собрались и ветераны, и действующие военнослужащие Воздушно-космических сил нашей страны. Их поздравили коллеги и представители областного правительства. Большое спасибо правительству нашей страны прежде всего. Спасибо то, что наш губернатор оказывает в этом вопросе большую поддержку и помощь. Это пример для молодых. Нигде, наверное, ни один вид вооруженных сил не привлекает столько молодых людей, как военно-воздушные силы. Мы с авиацией связаны, не развиваны, а морская область. Это наука, это новые технологии, это производство, это рабочие места. Это пример для юного поколения, как жить дальше. Брать, с кого есть пример. В завершении праздника ветеранов наградили памятными грамотами и знаками. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.